Всем привет, мои хорошие! С вами Кемери и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня с вами будет пита. Это турецкая кухня, что-то вроде турецкой пиццы. Я вроде снимала, но это домашнего приготовления. Ссылочка будет в инфобоксе. Обязательно переходите и также приготовьте. Здесь значит мультифрукт, мультивитамин и целая пита. Даже не знаю откуда начать. Выглядит очень аппетитно, а как пахнет, это вообще прям сказка. Здесь еще у нас ледиска, огурчик, листья салата. В общем, все как всегда. Давайте начнем с самого большого кусочка. Я всегда так делаю. Вот так вот вблизи выглядит. Мама специально положила как можно больше начинки. На самом деле, когда вы покупаете где-то в ресторане, кладут не так много начинки. Прям вот немножко хрустит, но, знаете, не жестко. Да, вот мягенько. Вкусно. Как вам моя прическа? Меня просто обхвалили. С косичками вчера я решила сегодня сделать вот такие вот гуглечки. Сегодня у меня прям день такой, знаете, прям ЧП день. Я хотела приклеить подставку для своего зеркала. Как вы думаете, я испачкала свои штаны клеем Супер Момент 3 секунды. Он еще приклеился к моей коже. Я чуть с ума не сошла, пока не отодрала блюки от своей кожи. Ребят, из чего делают этот клей? Как мне не везет с ним. У меня просто столько историй с этим клеем. Это просто оборжаться можно. Брат всегда надо мной угорает, когда я беру в руки этот клей. Однажды была такая история. Вы что, загорать будете, отвечаю? Мне папа купил новый телефон. Samsung. Я такая радостная пошла купила себе кейс для телефона. Чтобы беречь свой телефон. Чтобы он не поцарапался. Чтобы он мне долго служил. Вот. И так получилось, что стразы, которые были на кейсе, они очень быстро отвалились. Потому что были крупные стразы. И вы знаете, настолько мне нравился этот кейс. Вот никогда в жизни такого не было, что вот настолько я была в восторге от вещей, которые я купила. Буквально 2-3 дня походила. И одна из страз отвалилась. Что я делаю? Я пытаюсь приклеить эти стразы супер моментом 3 секунды. Я зачем вам это рассказываю? Чтобы вы не повторяли мои ошибки. Я беру, надеваю кейс на телефон и начинаю клеить стразы супер моментом 3 секунды. И причем, знаете, так обильно поливаю. А телефон был белый. Кейс тоже был белый. Я даже не замечаю, сколько я наливаю. Потом я смотрю, что, оказывается, клей затек. И получается, что у меня телефон прилип вообще к чехлу. Причем намертво просто. Просто намертво. И вы представьте, новый телефончик. Только что купленный. Я его настолько берегла, что быстренько купила кейс. И это увидел мой брат. И вот у него есть такое, знаете, вот как он начнет угорать. Вот его остановить невозможно просто. Этот смех просто длится час. И особенно, когда я попадаю в какие-то дурацкие ситуации, где ему бывает ужасно смешно. И в этот момент, знаете, у меня там такая злость прям внутри. А сделать-то я ничего не могу. Я пытаюсь это драть. Крис от телефона. Вот если бы я захотела так приклеить, поверьте мне, он так бы не приклеился. Это просто намертво. Это просто насмерть. Я, короче, никак не могла. Пошла, нашла отвертку папину. Начала вот так вот отверткой засовывать между чехлом и телефоном. Вот здесь вот такая щель была. Я там тужусь, стараюсь. Брат угорает. Не может прям. И что дальше? Я беру отверткой и, наконец-то, разъединяю чехол от телефона. Но что я получаю в результате, ребята? Просто телефон был весь расцарапанный, весь в клею, который невозможно было никак отмыть. В ужасном состоянии просто телефон. И все это произошло вмиг из-за моей тупости. Реально. Я очень сильно расстроилась, но я не плакала. Не плакала, старалась мне показывать, что меня это все бесит, потому что, как только брат видел, что это меня раздражает, он еще больше начинал надо мной издеваться. Ну, че-ниче, пришлось пойти. И сначала я еще там лаком пыталась все это замазать. Еще хуже получилось. Пошла и купила себе другой кейс и просто закрыла поверхность телефона, чтобы вообще не было видно. И потом постоянно ходила с кейсом. И еще одна история у меня была с клеем. У меня было подзаренное устройство, оригинальное, и там произошла такая штука, я сейчас не знаю, как вам объяснить. Сейчас вам покажу. Сейчас я вот на примере ноутбука вам покажу. Здесь такая штука для подзарядки телефона. Вот так вот вы засовываете его в телефон, правильно? Вот здесь есть пластмасска, которая, не знаю, почему отвалилась. Я решила приклеить, опять же, супер моментом, три секунды. Я его просто ненавижу сейчас, если честно. Я залила сюда клей. Причем так смачно. Я всегда, когда что-то клею, я люблю так смачно. Налила сюда чуть ли не ведро. Потом думаю, о, как быстро прям приклеилось. Аж даже пальцы приклеились. К этому быстро отодрала так пальцы. Засовываю в телефон и ставлю на зарядку. Радостно, что все, все работает, все круто. Оказывается, клей затек, представляете? Оказывается, он не успел сцепиться, клей, и затек мне прям в телефон. час стоял у меня телефонной зарядки и за час хорошенько клей высох. И получается, что я не могу отсоединить зарядку от телефона, понимаете? И до меня сразу не доходит, почему так произошло. Сначала думаю, что какой-то прикол, что почему не отходит. А потом я вспоминаю, что я, оказывается, клеила вот эту вот штучку от зарядки. Видели бы вы меня со стороны. Это реально было очень смешно и в то же время очень грустно. Даже края кушаю, очень вкусно. Сколько бы я усилий не прилагала к этому, ну никак не получается, понимаете? Это прям вот намертво приклеилось. Вот захочешь, ты так не приклеишь. Не надо, пожалуйста. Я тяну, не получается. Потом увидел мой брат, опять начал ржать. Что тебе, говорит, с этим клеем так не везет. Я бы реально ненавижу. Опять начал надо мной смеяться. Ну как всегда, да. Годы идут, ничего не меняется. Даже дело дошло до того, что я положила телефон на пол, положила на телефон ногу и просто начала вот этот шнур вот так вот тянуть. Я помню, даже у меня брат в то время снимал меня на видео, как я это делаю. Меня это бесило, шутка. Знаете, что вспомнила? У меня брат такой говорит, был беспроводной телефон, а стал проводной. А что здесь такого? Годи с этим проводом. Зато зарядку, говорит, не забудешь. я с одной стороны понимала, что если я все-таки смогу вытащить туалетку, скорее всего, телефон у меня работать не будет. Но все равно меня это жутко раздражало, что вот в таком состоянии мой телефон лежит на столе. носилось там с ним, как курица с яйцом. В конце наконец-то вытащила, но опять же телефон был в ужасном состоянии. Мне пришлось его отдать в ремонт. Мне его отремонтировали, правда, очень дорого. А ходить так было невозможно, потому что вытащила зарядку, а там вот этот проем весь в клею. Вот с тех пор всю жизнь мне с этим клеем не ведет. Я уже боюсь его брать в руки. Обязательно что-то запачкаю. Вот обязательно. По-другому у меня просто не бывает. И самый прикол, когда у меня в жизни происходят такие моменты, я, например, в дурацкой ситуации или опять какую-то тупость тела, обязательно рядом должен быть брат, который будет смеяться надо мной, снимать меня на телефон и просто угорать. как же это вкусно, ребята. Обязательно приготовьте, рецепт будет в инфобоксе. Переходите и готовьте. Как вам перческа? Я знаю, что вам понравится перческа. Я читаю все ваши комментарии. Реально. Один даже заскринил, а сейчас вам его прочитаю. Мне очень понравился этот коммент. Вот комментарий. Фатима Джанкезова. Может быть, я неправильно произношу твое имя, Фатимочка. Передайте огромный привет. Спасибо, что смотришь. И написала она такой комментарий. Купи черный фон, то есть черную ткань, сделай угол свой. Если вы слышите посторонние звуки, это уже не косяк микрофона, это просто соседи, я не знаю, что они делают. в общем. Фатимочка, тебе огромный привет. Вопрос такой, купи черный фон, то есть черную ткань, сделай угол свой. Уголок твой личный за съемок. Будет шикарно. Я думаю, что шикарная идея, Фатима. Я как раз таки так и сделаю, думаю. Даже у меня есть идея, где именно сделать. Вот на кухне, например, не всем понравилось. То есть кто-то писал, что хорошо на кухне снимать дальше, а кто-то писал, что нет, что-то не то, не очень. Поэтому я даже не знаю. черный фон это хорошая идея. Даже мы с мамой после того, как прочитали этот комментарий, мы дома нашли как раз такую ткань, которая подходит для черного фона. правда она немножечко с блестками, но я думаю, что во-первых, на видео это не будет заметно, во-вторых, даже если будет заметно, ничего плохого в этом нет. Мы уже придумали, как что сделаем. Не обещаю, что прям следующее видео будет с черным фоном, в ближайшее время обязательно попробую. Сок вы знаете, даже можно две такие съесть. Настолько вкусно. Я еще пробовала такую же пидо, только с сыром и с колбаской с салями. Было тоже очень вкусно. Я даже маме ничего не сказала. Говорю, можно и так приготовить. Еще, кстати, у меня такая проблема. Сейчас вообще не в тему. но почему-то у меня последнее время очень сильно сушится кожа лица. Наверное, все-таки это связано с тем, что не хватает влажности воздуха. Но последнее время я не могу настолько сухая кожа. И даже знаете, и еще я это могу связывать с одним моментом. Я обычно всегда увлажняю свою кожу и утром, и вечером. Большое вообще значение придаю уходу за кожей, именно уходу, очищению. очищению у меня вообще на первом месте. Я обязательно должна и скрабом, и пенкой, ну, щадящим скрабом, пенкой, и умывалкой. Мне очень важно, чтобы перед сном, например, у меня кожа была чистая. Малейшие капли косметики на моем лице. И все, мне не спиздал. И так всегда. Поэтому может из-за этого тоже сохнуть кожа. и так она у меня сухая. И получилось, что последние, наверное, два дня я не увлажняла кожу. Просто умывалась и ложилась спать. И сейчас я прям замечаю, как у меня шелушится кожа. я быстренько за соком и обратно. Ждите. Ну все, я принесла витамин, попить. Теперь мы можем продолжать. Мама там по телефону разговаривает. если будут какие-то звуки, вы уже извините, потому что в синей комнате мама разговаривает по громкой видеосвязи и без наушников. А мы с вами продолжаем кушать. Завтра утром выложу для вас это видео. Вкусно. Очень вкусно. Мы уже выложили рецепт и реально очень хорошо набирает просмотры. Я уверена, что вам тоже понравится. Заглядывайте в инфобокс. Смотрите. Следующий вопрос. Задаю твой Гюршан Исмайлова. Гюршан, тебе огромный привет. Я очень часто вижу твои комментарии под своими видео. Спасибо, что смотришь. Реально очень приятно. Приятно видеть, что один и тот же человек пишет очень много комментариев. вопрос заключается Давайте зачастую вам. Айка, скажи, пожалуйста, правда, что устроиться на работу в Баку нужно заплатить деньги? Залайкайте, пожалуйста. Часто, кстати, мне задают этот вопрос. Мне кажется, в любом месте мира есть такая тема, что если у тебя есть крутые родственники, ты можешь устроиться на более высокооплачиваемую, более хорошую работу. А я не вижу здесь ничего плохого. Например, я. У меня есть брат, правильно? Если я работаю на какой-то должности, у меня есть возможность устроить своего брата тоже на хорошую должность, я это сделаю. Это просто человеческий фактор по мне. Ну, что бы такое? Я иду на собеседование, и мне говорят, если вы хотите эту должность, заплатите, например, тысячу долларов, и вы будете сидеть в этом кресле. такого никогда не было. У меня был один знакомый, дальний нашел снег. Он всегда говорил, вот ты сейчас, говорит, на экономиста учишься. Экономистов сейчас, говорит, пруд, пруди. Вот закончишь ты. Чем ты будешь заниматься? Я говорю, ну, не знаю, в банке работать буду. Он говорит, ну, прямо сейчас, говорит, в банке все ждут тебя, пока ты закончишь. Такие слова людей еще больше меня мотивировали сразу же, как только закончить университет, сразу идти и искать работу. то есть как бы я и до этого работала. Работала в Асанхедмед, там связано с документами и все такое, государственная работа считается. Но она была на полставки. Получается, чтобы там работать как бы на постоянной основе, мне надо было сдавать государственный экзамен, который на срабачанском языке, которому готовиться сто лет. Мне было это делать неохота. я просто отправила себе ну, где-то 10 компаний. И вот помощником директора, где я работала, я пришла. Мне дали тесты по математике. А я математику очень хорошо знаю. Вот русский язык мне всегда сложно давался. И даже сейчас иногда бывает я пишу название например видео и там ошибка. Языки всегда тяжело мне давались и вообще не любила я предмет русский язык и вообще английский язык или азербайджанский язык. Это всегда для меня было сложно. Для меня гораздо легче было выучить одну формулу и все. По жизни она тебе понадобилась и все. И в общем на собеседование было 20 вопросов из которых надо было ответить на 17. Но по мне вопросы были легкие достаточно. Там были логарифмы какие-то на логику вопросов. Знаете когда готовишься к магистратуре бывают такие вопросы. Мне в общем показались вопросы простые. мне проверили и даже сказали мои ошибки почему я здесь допустила ошибку и сказали что мы разберем прям в тот же день когда я пришла вот не было несколько этапов хотя организация очень серьезная просто срочно нужен был работник вот и вот некоторые считают что в Азербайджане легче устроиться девушкам на работу чем мужчинам мне кажется наоборот есть такие должности например здесь вот что мне здесь не очень нравится например я работаю помощником директора правильно у меня нет перспективы стать директором потому что я девушка здесь как бы считается девушка директор ну как то не то как же вкусно ребята как же круто так вот если смотреть на всех ребят с которыми я училась вместе в университете можно сказать 90 работают но надо еще учитывать такой момент что я училась в частном вузе и в основном у нас учились ребята у которых ну неплохое материальное состояние так скажем и все работают по специальности ну как по специальности если мы заканчиваем менеджмент это не значит что все работают директорами кто-то бухгалтером кто-то офисе где-то там кто-то в банке вот недавно встретил свою одногруппницу она сейчас работает в банке я как раз таки экзамен который я успешно сдала они мне взяли на работу собственно говоря и все может быть если вы хотите место депутата или какой-то ну не знаю на какое место вы метите вам могут сказать что принеси зеленых столько но это опять же не точно конкретно мне никто это не говорил просто так утверждать что вот это так это неправильно я не знаю почему азербайджане такие стереотипы может быть когда-то так было ну вот я сколько живу такого не не видела краешки остались только как же вкусно еще например с нами вместе учился парень хорошо вроде успевал хорошо учился но у него знаете было вдохновение охота не знаю как сказать он очень любил танцевать и тут даже дело не в деньгах а наверное больше в родителях родители хотели чтобы он получил высшее образование и он даже учился университете открыл такие курсы и учил танцевать просто он очень красиво танцевал лесгинку и просто преподавал лесгинку сейчас у него вообще огромный ансамбль там не знаю танцует очень красиво кстати девочки танцуют все прекрасно и дело даже не в том что он не нашел работу он просто нашел себя в другой сфере например другой был парень тоже учился в университете и потом бросил на втором курсе и решил стать фотографом не знаю насколько у него это получается у меня нету связи с ним в общем по-разному бывает иногда бывает учишься учишься и думаешь блин мне оно не надо вот зачем я сколько училась в университете мне всегда было интересно единственный момент который меня бесил предмет точнее который меня бесил это история я очень не люблю историю я не запоминаю эти даты эти всякие события у меня кстати парень в таких вещах вообще профи он всю историю знает он вообще такой патриот он меня все ругает каждый раз когда мы с ним разговариваем по телефону он говорит сегодня мы будем учить такую-то дату или будем учить в истории такое-то событие потом на следующий день когда мы с ним разговариваем по телефону он начинает меня спрашивать это все насколько я запомню усвоила прошлый урок не прям знаете так нудно а самое основное каждый день у нас по две даты которые повторяются в течение разговора я знаю что завтра меня спросят про эти даты просто моего парня его немножко мне кажется раздражает вообще неграмотность людей он сам очень любит читать поступил с очень высокими баллами в университет и он считает что все люди вокруг него должны быть супер образованными но я не говорю что я не образованная мне просто это не очень интересно если честно мне не очень интересны какие-то моменты в истории мне например интересно больше математика география вот что-то такое мне более интересно это не мой профиль просто я не запоминаю это все геометрия например мне нравится наверное поэтому я работаю в сфере все-таки инженерного бизнеса строительного бизнеса это все во-первых мне на работе нужно во-вторых мне на самом деле это интересно мой папа тоже всегда был профи в математике а по русскому у него я в него походу даже на английском да какое-то слово которое я миллион раз видела но я опять же пишу его с ошибками это реально стыдно но что поделать такая я уж есть какой сок какой сок видео какое-то очень длинное да получается да все ужас сейчас разговаривал с братом он мне говорит что хватит по два видео выкладывать в день одно это достаточно зрители не успевают смотреть свои видео и в результате твой рейтинг в ютубе падает то есть получается что если я в день буду одно видео выкладывать на этом видео будет больше просмотров нежели я буду выкладывать два видео зрители просто не успевают вот я прошу вас напишите пожалуйста в комментариях как вы думаете стоит ли выкладывать два видео в день жёсткая уже корочка доедаем вкусняшая честно я люблю когда блюдо такое знаете солёное прям смачно добавлено соли я получаю кайф было нереально вкусно спасибо что досмотрели это видео до конца я сейчас вот думаю может быть завтра три шаурмы помните шаурма челлендж что я вам обещала сначала будет одна шаурма потом два потом три в общем сейчас уже пора кушать три шаурмы может быть вот на днях но я просто не хочу слишком часто это всё делать потому что это наверное вам надоест ещё обязательно пишите насчёт того что стоит ли выкладывать два видео в день или нет на этом всё берегите себя я вас всех очень-очень-очень сильно люблю с вами была Эмили всем пока